Да, у нас не было секса, но это же не повод мне изменять. А почему вы так долго не занимались сексом? Ну, просто не было повода. И вообще, всё это время я пыталась понять, люблю я его или нет. Таня, а ты не могла всё это делать параллельно? Ну, ты же его простишь? Как я могу его простить? Каждый раз, когда я буду смотреть на него, я буду представлять себе, как его губы целуют эту Эльвиру. Как его руки страстно ласкают её грудь. А их разгорячённые тела сплетаются воедино на шёлковых простынях. Танюша, тебе бы тоже сексом позаниматься не мешало. Чё с этой майкой два дня возилась? Ты чего? Она же новая! Подари её лучше мне, я в ней полы буду мыть. Тогда передашь Гоше, что Лера заходила. Он, кстати, не сказал, когда вернётся? Ну, часа через два. Я зайду. О, а вот и он невидимый и похотливый. Кузя, ты зачем ей сказал, что я через два часа приду? Чё, не мог ей соврать? Так я же так ей соврал. Ты же вот сейчас пришёл. Кузя, врут не так. Вот спроси у меня, когда вернётся Гоше? Когда вернётся Гоше? Понимаешь, Лера, время подобно песчинкам, которые сыплются сквозь пальцы жизни. Пересчитать их невозможно, но когда-нибудь ладонь сознания будет пуста, песчинки сольются друг с другом и образуют вечность. Понял? Что? Блин, это Лера вернулась. Здравствуйте. Я папа Саша Сергеева. Где он? Ну, а где может быть сын такого серьёзного человека, как вы? Конечно, в библиотеке. Учебники получаю. Когда вернётся? Время подобно песчинкам. Пальцы жизни уходят. Вечность слиплась. Понятно. Сам найду. Подсадишь на эту дрянь моего сына? Накажу. Вы знаете, кто это? Это... Сейчас. О, Сильвестр Сергеев. Номер 53 в списке Форс. Два с половиной миллиарда долларов. О, это же папа Саша. Саня, дружи.